Они оставили эту штуточку? Она у нас умудрилась, мы ей капельку поставили, она умудрилась выдрать это все. Нам пришлось опять в ветеринарку ехать. Он там рядом. Нам там опять ввели этот катетер. Я у Румешки сыну говорю, смотри за ней, чтобы она, не дай бог, опять не выдрала. Это все деньги. Ну вот она после этого 4 года, считаю. Но вот на сиськах пошла сразу опухоль. Они предупреждали, что это будет. Как гормональный сбой. Да, сбой. Они говорили, что стерилизовать надо, конечно, было в детстве, до года. Если вы не планировали, чтобы она вас будет рожать, надо стерилизовать. Но тоже не дают гарантии, что не будет. Вот у соседей. Два раза мы это послучали. Вот у соседей, они ее стерилизовали, мочку свою, у них так свели. Ей уже 7 или 8 лет. И у них пошли эти опухоли. Они опухоли удаляли. Вот так, говорит, разрезали. Удалили все сиськи. Не говорите, девочки. А ваши сколько так? 14. О, тоже уже возраст. И вот тоже у нее. Тогда тоже мне все у нее эти ложные беременности. И тоже мне тогда врач этот сказал, что надо хотя бы ее там один раз хотя бы это... А я рожала один раз. И все равно ложные щености. Ее там один... У меня отец упустил ее во время течки на прогулке. Ее там один кобель оприходовал. Она мне одного членка принесла вообще ни сном, ни духом. Ну, что она беременная, блин. Ушла утром на работу. Тогда в 15-й клинике работала. Пало и мыло. Утром ушла на работу. Но она всю ночь не спала. Что-то бегает. Я с ней гуляю. Сашка здесь на даче с сыном. Я с отцом дома. Суетиться. Я все думаю. Ну, может, у нее там живот. Чего? Она все скулит. Я бегаю с ней на улицу. Без конца. Говорю, ты мне спать дашь или нет? Ушла на работу. Прихожу. Она на нашей кровати сидит. И что-то такое черное рядом. Я говорю. Откуда-то носки притащила грудинка. Вдруг эта черная как зашевелится и запищит. Я говорю, это что? Говорю, ты где это взяла? А это вообще щено. Прикинь. Куда вы потом его свет дели-то? Я звоню этому. Говорю, приезжай. Я не знаю, что делать. Мне, значит, там собачница. Я ей уже позвонила. Она со стажем. Она говорит, наберись мужества и утопи. Я говорю, ты что с ума сошла? Как это? Я не знаю вообще. Даже близко не смогу. Ну, вот. Позвонила мужу. Говорю, приезжай. Я не знаю, что делать. Ну, вот он смог утопить его. Я не смогу. Ну, вы что? Утопили все-таки. Ну, а куда мы бы его дели? Куда? А этот не хотел забрать-то его? Ну, кто там будет? Конечно, нет. Ну, я даже не знаю, кто это приходил в ее. Ну, куда нам его девать-то этого щенка? Может быть, в этот как его? Приют? Да, в приют там этот собачьего потом. Может быть, через интернет может быть. Потом бы было у меня две собаки, а не одна. Кто-нибудь может быть это? Ну, тут вот соседка, ну, тоже вот по даче напротив. Она... У нее тоже были собаки, но у нее были эти маленькие пуделя. Тойка была. Потом, значит, она сейчас завела этого, Марс у нее такой юркшевский терьер. Она нам давно хотела после... Они дорогие, зараза такие. Ну, она там какого-то такого бракованного, подешевле, да. А потом у нее у свекрови умер муж, и она, короче, ну, как бы ее развлечивает, говорит, давайте вам эту собачу. Какой-то такой же пород, какого-то называется. Гоню. Ну, вот свекрови взяла, стала хоть отвлекаться от того, что она одна осталась. Потом Наташка говорит, Эба, что у тебя на фотках там две собаки? Она говорит, так мне свекровь, говорит, пришлось забрать. Она, говорит, сказала, что ей тяжело ей. Ну, с ним и гулять не надо, он на пеленку тоже маленький может сходить там все. Она говорит, нет, я...